Участницам группы Blackpink пришлось пройти нелегкий путь от стажеров в музыкальной студии до кумиров миллионов. Сейчас их творчество любят во всем мире, а каждая песня становится хитом. Секрет не только в запоминающихся текстах и зажигательной хореографии, но и в обаянии самих вокалисток. История южнокорейского коллектива началась задолго от того, как было объявлено его создание. В далеком 2010-м представители компании EG Entertainment начали поиск молодых вокалисток, которые в будущее могли бы войти в состав девичьей группы. Изначально участниц планировалось семь, а среди рабочих названий было Pink Punk. В числе первых к проекту присоединилась Ким Дженни, которая покорилась судей своими танцевальными навыками. Девушка родилась в Южной Корее, но провела детство в Новой Зеландии и могла похвастаться знанием английского языка. Это было важным моментом, ведь продюсеры студии рассчитывали, что в будущем смогут покорить западную аудиторию. В тот же год среди потенциальных идолов оказалась Лиса Манабан, будущая макне-группа. Артистка выросла в Таиланде и не знала корейского, что не помешало ей пройти отбор. Хотя изначально она не отличалась яркой внешностью, увлечения модой и макияжем помогли ей раскрыться с новой стороны. Обе девушки начали проходить обучение в качестве стажеров, которым еще предстояло доказать, что они заслуживают места в группе. Заниматься приходилось по 12 часов в день, ежемесячно отчитываясь о своих успехах. Уже в процессе подготовки состав будущего коллектива пополнила Джи Су, старшая из участниц. Хотя вокалистка не знает английского, это не помешало ей приобрести фанатов по всему миру, благодаря истинной корейской красоте и сильному голосу. Розе стала участницей, с приходом которой завершилось формирование ядра коллектива. Певица предстала перед своими коллегами в образе романтичной австралийской девушки с гитарой, которая покорила их нежным и мелодичным голосом. По ее воспоминаниям им всем легко удалось найти общий язык и даже не пришлось притворяться, что не нравятся друг другу. С тех пор будущие звезды, как и другие стажеры, жили в общежитии, которые они описали как ужасное место с тараканами и многоножками. Артистки участвовали на тренировках и порой даже голодали, но трудности сплотили их. Все это время студия постоянно откладывала старт проекта и в концепцию вносила изменения. Только в 2016 году было официально объявлено, что группе быть, но теперь уже в качестве квартета. Имена участниц раскрывали постепенно, сохраняя интригу. Но к этому моменту их лица уже были известны, поскольку девушки успели сняться в рекламных кампаниях и клипах других представителей EG Entertainment. Группа ворвалась в музыкальную индустрию с сингл-альбомом Square One, в который вошли треки «Бумбая». И Уистле Мгновенно поднявшиеся на верхней строчке билборд в World Digital Song. Среди корейских артистов подобного успеха ранее добивались только PSY и Bing Bang. Уже тогда стало понятно, что Blackpink ждет большое будущее. Примечательно, что изначально руководство студии EG Entertainment было против выпуска песни Уистле. Ее сочли пустышкой и слишком слабой, чтобы стать хитом. Но участницами их продюсеру Тедди Паку удалось отстоять композицию, которая покорила слушателей. Позднее она использовалась в качестве саундтрека к сериалу с жирным шрифтом. Не менее удачным стал сингл-альбом Square Two, содержавший треки «Stay» и «Playing Quite Fire». После этого артистки регулярно радовали публику новыми выступлениями, каждая из которых превращалась в шоу, продуманное до мелочей, от танцев со сложной хореографией до нарядов участниц. Неудивительно, что уже в конце 2016-го исполнительницы удостоились звания лучшей кап-поп-группы от Billboard, а в следующем году они начали покорять Японию. Их первый альбом для японской аудитории получил ёмкое название – «Blackpink in You Are». Эта фраза знакома каждому фанату Blackpink, ведь она часто звучит в их клипах. Но 2018-й запомнился не столько японским дебютом, сколько выходом AP Square Up. Его украшением была песня «Ду-ду-ду», ставшая известной карточкой группы. Туда же вошёл трек «Forever Young». Созданный задолго до релиза. Закрепить успех помог выход композиции «Kiss and May Up» в сотрудничестве с популярной певицей Дуа Липпой. После этого о группе заговорили слушатели из США, Великобритании и России, что открыло им дорогу далеко за пределы Кореи. Тогда же состоялся сольный дебют одной из участниц. Женя записала трек-солу. Биография артисток 2019-й стал особенным годом. Они впервые выступили на фестивале Coachella, на который ранее мечтала попасть разве что в качестве зрительниц. Но в итоге Blackpink – первая женско-корейская группа, удостоившаяся возможности выступить на подобном мероприятии. Это означало только одно – на Западе певицы уже стали звездами. Вскоре участницы порадовали заметно увеличившуюся аудиторию фанатов очередным хитом Kill This Love. За сутки после премьеры клипа он набрал свыше 50 миллионов просмотров, что стало новым рекордом. К этому моменту среди корейских музыкантов конкурировать с вокалистами могли разве что BTS. Для того, чтобы окончательно утвердиться на международном уровне, Blackpink не хватало только полноценного альбома, работы над которым они занялись в 2020 году. Первым синглом релиза стал How You Like That, вновь оказавшийся на вершинах музыкальных чартов. А уже в конце лета девушки порадовали поклонников легкой и веселой песни Ice Cream, записанной в сотрудничестве с американской поп-звездой Селиной Гомес. Певица осталась в восторге от совместной работы с кореянками, которые продемонстрировали трудолюбие и творческую активность. Премьера альбома состоялась в октябре. Он получил простое название – The Album, но от этого не стал менее интересным. Отдельное восхищение слушателей удостоился трек «Low I Sick Girls». Но с клипом возникли проблемы. Пришлось вырезать все сцены, в которых Ким Дженни одета в костюме сестры, поскольку медицинские работники обрушили на студии обвинения в излишней сексуализации. После этого планировалось провести онлайн-концерт, но из-за ужесточения правил безопасности для предотвращения распространения коронавируса пришлось перенести мероприятие на следующий год. Другим интернет-событием стал выход документального фильма «Блэк Пинк. Озаряя небо». В начале 2021 года состоялся долгожданный концерт, где помимо песен с альбома прозвучала сольная композиция Розе – Gone. Позднее певица презентовала еще один трек – On the Ground, а также клип к нему. Следующей на очереди стала Лиса, о чем продюсерская компания объявила летом. Уже в августе группа отметила первый юбилей – пять лет творчества. В честь этого был выпущен фильм «Блэк Пинк в кино», о концертной и закулисной жизни вокалисток. Он был анонсирован в инстаграм-аккаунте коллектива, где публикуются новости и фото. Сколько сейчас зарабатывают участницы группы «Блэк Пинк» точно неизвестно, но прибыль делится между EG Entertainment и участницами группы. Но за свой тур и Нью Ара Тур из пятерки стран с наибольшей прибылью они получили столько. Как можно заметить, девушки пока еще недостаточно раскручены на мировых рынках, поэтому их доходы заметно меньше. Тем не менее, суммарно «Блэк Пинк» заработали за тур около 26,5 миллионов долларов. Среди звездных поклонников коллектива актеры Дилан О'Брайн и Уилл Смит, а также модель Джи Джи Хадид. Название «Блэк Пинк» придумали участницы. Оно символизирует двойственность натуры. «Блэк» — черный, означает более темную буттарскую сторону, а «Пинк» — розовый, нежную и женственную. Это стало основой для всей концепции проекта и выражается как в песнях, так и в внешнем виде вокалистов. Лиса считает, лучше всего стиль группы отражает песня «Прэйти Саваич». Особенностью репертуара «Блэк Пинк» является то, что их треки сочетают корейский и английский языки. Последние обычно используются для создания черного варианта, но это сырой материал, лишенный привычного шарма. Окончательная версия позволяет в полной мере использовать вокальные данные каждой участницы. Фанаты коллектива называют себя «блинками». По словам артистов, они стараются прислушиваться к мнению поклонников, радовать их сюрпризами и подарками, ведь они вдохновляют творить и помогают расти в творческом плане. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимают много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи. С вами был Игорь Негода.